Бардовская или поэтическая песня – особый жанр, который отличается совмещением в одном лице автора музыки, текста и исполнителя. Гитарное сопровождение – незатейливый мотив, но самое главное – текст. Именно он привлекает слушателя. У нас на удивление много талантливых людей. Очень много. И это барды, которые сочиняют авторскую песню и сами же поют. В концерте приняли участие барды из Одинцова, других округов Подмосковья и Москвы. Авторы и исполнители песен с удовольствием откликаются на приглашение. Подобные мероприятия больше похожи на вечер в кругу добрых друзей. Мы поколения, которые выросли в этой бардовской песне. На кухне, под гитару, тихо пели песни, высказывали свои сокровенные тайны, мирно вели беседу. Вечер века не унес, запах воя, запах теса, новогодний запах детства мне опять щекочет нос. Лирика проста. Барды поют о жизни, и поэтому тексты их песен так легко долетают до самого сердца зрителя. Кто-то вспоминает свою юность, другие задумываются над смыслом жизни. В преддверии праздников звучали новогодние песни. И не только. О любви, о природе, друзьях и мечтах. Вот смотришь на людей, когда они приходят и когда они слушают, у них раскрываются сердца. И такая светлая радость появляется на лицах. И вот это вдохновляет. Вдохновляет делать еще, еще, еще. Воспитанные на песнях под гитару, они сами начинают петь. У каждого автора свой творческий путь. Но всех их объединяет одно – желание к самовыражению. Ольга и Вадим выступают в дуэте. Совместная программа насчитывает порядка 50 музыкальных произведений, помимо которых у каждого есть собственные. Ведь кто-то же за нами наблюдает, кому-то но заранее все знать. И он ни про кого не забывает. И что нам остается? Только ждать. У Вадима такой приятный бархатный голос, что я подумала, вот, это прям будет то, что надо. Если они от меня устанут, я закончу звенеть, запоет Вадим. Мы берем в свой арсенал те песни, которые смогут подпеть с нами наши слушатели. И немножко пообщаться. И почитать еще стихов между песнями, чтобы немножко обстановку разрядить. Участники концерта выступали согласно установленному регламенту, но только в части очередности. Зрители нередко просили спеть на бис, и исполнители с удовольствием откликались на просьбы. Елена Краева, Олег Кривоножкин, телекомпания Одинцова.